Глава пятая Теперь Джулия держала в руках фотографию, где она была снята в подвенечном платье. Господи, ну и пугало! Они решили сохранить помолвку в тайне, и Джулия сказала о ней только Джимми Лэнгтону, двум или трем девушкам в трупе и своей костюмерши. Она брала с них слово молчать и удивлялась, каким образом через двое суток все в театре обо всем знали. Джулия была на седьмом небе от счастья. Она любила Майкла еще более страстно, чем раньше, и с радостью выскочила бы за него немедля, но его благоразумие оказалось сильнее. Что они такое? Двое провинциальных актеров. Начинать завоевание Лондона в качестве соединенной узами брака пары значило ставить на карту возможность достичь успеха. Джулия намекнула так прозрачно, как смогла, яснее некуда, что вполне готова стать его любовницей, но на это он не пошел. Он был слишком порядочен, чтобы воспользоваться ее любовью. «Ты б не была мне так мила, не будь мне честь милее», процитировал он. Майкл был уверен, что когда они поженятся, они будут горько сожалеть, что стали жить как муж и жена еще до свадьбы. Джулия гордилась его принципами. Он был внимателен, ласков, нежен, но довольно скоро стал смотреть на нее, как на что-то привычное, само собой разумеющееся. По его манере дружеской, но немного небрежной, можно было подумать, будто они женаты уже много лет. Однако с присущей ему добротой он снисходительно и даже благосклонно принимал все знаки ее любви. Джулия обожала сидеть, прижавшись к майку. Его рука обнимала ее за талию, ее щека прижата к его щеке, а уж если она могла приникнуть алчным ртом к его довольно-таки тонким губам, это было поистине райским блаженством. И хотя Майкл, когда они сидели вот так, предпочитал обсуждать роли, которые они играли, или планы на будущее, она все равно была счастлива. Ей никогда не надоедало восхищаться его красотой. Было сладостно чувствовать, когда она говорила ему, какой точеный у него нос, как прекрасны его кудрявые каштановые волосы, что рука Майкла чуть крепче сжимает ей талию, видеть нежность в его глазах. Любимая, я стану тщеславен, как павлин, но ведь просто глупо отрицать, что ты божественно хорош. Джулия на самом деле так думала и говорила об этом, потому что это доставляло ей удовольствие. Но не только потому. Она знала, что и он с удовольствием слушает ее комплименты. Майкл относился к ней с нежностью и восхищением. Ему было легко с ней, он ей доверял, но Джулия прекрасно знала, что он в нее не влюблен. Она утешала себя тем, что он любит ее так, как может, и думала, что когда не поженится, ее страсть пробудит в нем ответную страсть. А пока она призвала на помощь весь свой такт и проявляла максимальную сдержанность. Она знала, что не может позволить себе ему докучать. Знала, что не должна быть ему в тягость, что он никогда не должен чувствовать, будто обязан чем-то поступаться ради нее. Майкл мог оставить ее ради игры в гольф или завтрака со случайным знакомым. Она никогда не показывала ему даже намеком, что ей это неприятно. И, подозревая, что ее сценический успех усиливает его чувства, Джулия трудилась как каторжная, чтобы хорошо играть. На второй год их помолвки в Миддлпул приехал американский антрепренер, выискивавший новые таланты и прослышавший про труппу Джимми Лэнгтона. Он был очарован Майклом. Он послал ему за кулисы записку с приглашением зайти к нему в гостиницу на следующий день. Майкл, еле живое от волнения, показал записку Джулии. Означать это могло только одно. Ему хотят предложить ангажемент. У Джулии упало сердце. Но она сделала вид, что она в таком же восторге, как он, и на следующий день пошла вместе с ним. Она осталась в холле, а Майкл отправился беседовать с великим человеком. «Пожелай мне удачи», шепнул он, подходя к кабине лифта. «Это слишком хорошо, чтобы можно было поверить». Джулия сидела в кожаном кресле и всем сердцем желала, чтобы антрепренер предложил Майку такую роль, которую он отвергнет. Или жалование, принять которое Майкл сочтет ниже своего достоинства. Или наоборот, попросит Майкла прочитать роль, на которую хочет его пригласить, и увидит, что она ему не по зубам. Но когда полчаса спустя Майкл спустился в холл, Джулия поняла по его сияющим глазам и легкой походке, что контракт заключен. На какой-то миг Джулии показалось, будто ей сейчас станет дурно. И пытаясь выдавить на губах счастливую улыбку, она почувствовала, что мышцы не повинуются ей. «Все в порядке». Он говорит, это чертовски хорошая роль. Молодого парнишки, девятнадцати лет. Восемь или девять недель в Нью-Йорке, затем гастроли по стране. Сорок недель, как одна, в трупе Джона Дру. Двести пятьдесят долларов в неделю. «Любимый, я так за тебя рада». Было ясно, что он ухватился за предложение обеими руками. Мысль о том, чтобы отказаться, даже не пришла ему в голову. «А я... я...» Думала она. «Если бы мне посулили тысячу долларов в неделю, я бы не поехал, чтобы не разлучаться с ним». Джулия была в отчаянии. Она ничем не сможет ему помешать. Надо притворяться, будто она на седьмом небе от счастья. Майкл был слишком возбужден, чтобы сидеть на месте, и они вышли на людную улицу. «Это редкая удача. Конечно, в Америке все дорого, но я постараюсь тратить от силы пятьдесят долларов в неделю. Говорят, американцы очень гостеприимны, и я смогу угощаться на даровчинку. Не вижу, почему бы мне не скопить за сорок недель восемь тысяч долларов. А это тысяча шестьсот фунтов. Он не любит меня. Ему на меня плевать. Я его ненавижу. Я готова его убить. Черт побери этого, американцы! А если он оставит меня на второй год, я буду получать триста долларов в неделю. А это значит, что за два года я скоплю большую часть нужных нам четырех тысяч фунтов. Почти достаточно, чтобы начать дело. На второй год на какой-то миг Джулия перестала владеть собой, и в голосе ее послышали слезы. «Ты хочешь сказать, что едешь на два года?» «Ну, летом я, понятно, вернусь, они оплачивают мне обратный проезд, и я поеду домой, чтобы поменьше тратиться. «Не знаю, как я тут буду без тебя». Она произнесла эти слова весело, даже небрежно, словно из одной вежливости. «Мы с тобой великолепно проведем время летом, и знаешь, год, даже два пролетят в мгновение ока». Майкл шел, куда глаза глядят, но Джулия все время незаметно направляла его к известной ей цели. И как раз в этот момент они оказались перед дверьми театра. Джулия остановилась. «Пока. Мне надо заскочить, повидать Джимми». Лицо Майкла омрачилось. «Неужели ты хочешь меня бросить? Мне же не с кем поговорить. Я думал, мы зайдем куда-нибудь, перекусим перед спектаклем». «Мне ужасно жаль. Джимми меня ждет, а ты сам знаешь, какой он». Майкл улыбнулся ей своей милой добродушной улыбкой. «Ну, тогда иди. Я не буду таить на тебя зла за это, что ты подвела меня раз в жизни». Он направился дальше, а Джулия вошла в театр через служебный вход. Джимми Лангтон устроил себе в мансарде крошечную квартирку, попасть в которую можно было через балкон первого яруса. Джулия позвонила у двери. Открыл ей сам Джимми. Он был удивлен, но рад. «Хеллоу, Джулия!» «Поди». Она прошла мимо него, не говоря ни слова. И лишь когда оказалась в его захламленной, усеянной листами рукописи, книгами и просто мусором гостиной, обернулась и посмотрела ему в лицо. Зубы ее были стиснуты, брови нахмурены, глаза метали молнии. «Дьявол!» Одним движением она подскочила к нему, схватила обеими руками за расстегнутый ворот рубахи и встряхнула. Джимми попытался высвободиться, но она была сильная, к тому же разъярена. «Прекрати!» «Дьявол!» «Свинья!» «Грязная, подлая скотина!» Джимми размахнулся и отпустил ей пощечину. Джулия инстинктивно выпустила его и прижала руку к лицу, так как ударил он больно. Джулия заплакала. «Негодяй! Шелудивый пес! Бить женщину!» «Это ты говори кому-нибудь другому, милочка! Ты разве не знаешь, что если меня ударит, пусть даже и женщина, я ударю в ответ!» «Я вас не трогала!» «Чуть не задушила меня!» «Вы это заслужили!» «Господи, да я готова вас убить!» «Ну-ка сядь, цыпочка! Я дам тебе капельку виски, чтобы ты пришла в себя, а потом все мне расскажешь!» Джулия оглянулась в поиск кресла, куда бы она могла сесть. «Господи, настоящий свинушник! Почему вы не пригласите поденщицу, чтобы она здесь убрала?» Сердитым жестом она скинула на пол книги с кресла, бросилась в него и расплакалась теперь уже всерьез. Джимми налил ей порядочную дозу виски, добавил каплю содовой и заставил выпить. «Ну, а теперь объясни, по какому поводу вся эта сцена из тоски!» «Майкл уезжает в Америку!» «Да!» Она вывернулась из-под руки, обнимавшая ее за плечи. «Как вы могли!» «Как вы могли!» «Я тут совершенно ни при чем!» «Ложь!» «Вы верно не знаете даже, что этот мерзкий антрепренер в Медлпуле — это ваша работа, нечего и сомневаться! Вы сделали это нарочно, чтобы нас разлучить!» «Душечка, ты несправедлива ко мне!» «По правде говоря, я сказал, что он может забрать у меня любого члена труппы, кроме Майкла Гуселина!» Джулия не видела выражения его глаз при этих словах, иначе она спросила бы себя, почему у него такой довольный вид, словно ему удалось сыграть с кем-то очень хорошую шутку. «Даже меня?» спросила она. «Я знал, что актрисы ему не нужны, у них и своих хватает. Им нужны актеры, которые умеют носить костюмы и не плюют в гостиной на пол». «Джимми, не отпускайте Майкла, я этого не переживу!» «Ну как я могу ему помешать? Его контракт со мной истекает в конце нынешнего сезона, это приглашение и большая удача для него!» «Да я люблю его, я хочу его!» «А вдруг он в Америке кого-нибудь увидит? Вдруг какая-нибудь богатая наследница увлечется им?» «Если любовь к тебе его не остановит, что ж, с катертью дорожка, сказал бы я». Его слова вновь привели Джулию в ярость. «Поганый евнух! Что вы знаете о любви?» «Ох уж эти мне, женщины!» вздохнул Джимми. «Если пытаешься лечь с ними в постель, они называют тебя грязным старикашкой, если нет, поганым евнухом!» «Ах, вы не понимаете, он так потрясающе красив! Они станут влюбляться в него одна за другой, а он так легко поддается лезть. За два года многое может случиться!» «За два года?» «Если его хорошо примут, он останется еще одна год!» «Ну, насчет этого можешь не волноваться, он вернется в конце первого же сезона и вернется навсегда!» «Этот антропренер увидел его только в кандиде!» «Единственная роль, в которой он более или менее сносен!» «Поминимаю слово!» «Не пройдет и месяца, как они обнаружат, что совершили невыгодную сделку!» «Его ждет провал!» «Что вы понимаете в актерах?» «Все!» «Я бы с радостью выцарапала бы вам глаза!» «Предупреждаю, если ты попробуешь меня тронуть, на этот раз не отделаешься легким шлепком!» «Такую получишь за трещину, что неделю сесть не сможешь!» «Господи!» «Я не сомневаюсь!» «И вы называете себя джентльменом только когда я пьян!» «Хихикнуло, и Джимми понял, что худшее осталось позади!» «Ты знаешь не хуже меня, что на сцене ему до тебя далеко!» «Говорю тебе, ты будешь величайшей актрисой после миссис Кэндл!» «Зачем тебе связывать себя с человеком, который всегда будет камнем у тебя на шее?» «Вы хотите иметь собственный театр?» «Он будет претендовать на роль твоего партнера!» «Майкл никогда не станет хорошим актером!» «У него есть нежность!» «Я могу вытащить его!» «От скромности ты не умрешь!» «Но тут ты ошибаешься!» «Если ты хочешь добиться успеха, ты не можешь позволить себе иметь партнера, который не дотягивает до тебя!» «Мне плевать!» «Я скорее выйду замуж за него и потерплю провал, чем за кого-нибудь другого, чтобы добиться успеха!» «Ты девственница?» «Хм-хм!» Джулия снова хихикнул. «Вас не касается!» «Но представьте!» «Да!» «Так я и думал!» «Ну, если это тебе не так важно, почему бы вам с ним не отправиться на пару недель в Париж, когда мы закроемся?» «Он не отплывет в Америку раньше августа!» «Может, тогда утихомиришься?» «Он не хочет!» «Он не такой человек!» «Он джентльмен!» «Даже высшие классы производят себе подобных!» «Вы не понимаете!» надменно проговорила Джулия. «Спорю, что и ты тоже!» Джулия не снизошла до ответа. Она действительно была очень несчастна. «Я не могу без него жить!» «Говорю вам!» «Что мне с собой делать?» «Когда он уедет?» «Оставаться у меня!» «Я ангажирую тебя еще на год!» «У меня есть для тебя куча новых ролей!» «И я приглядел актера на амплуа первого любовника!» «Не актер, а находка!» «Ты не поверишь, насколько легче играть с партнером, когда есть отдача!» «Я буду платить тебе двенадцать фунтов в неделю!» Джулия подошла к нему и испытующе посмотрела в глаза. «И вы все это подстроили, чтобы заставить меня пробыть у вас еще сезон?» «Разбили мне сердце!» «Разрушили всю мою жизнь только ради того, чтобы удержать в своем паршивом театре!» «Клянусь, что нет! Ты мне нравишься! Я восхищаюсь тобой!» «И за последние два года дела у нас идут как никогда!» «Но черт подери! Такой подлости я бы не совершил!» «Лгун! Грязный лгун!» «Клянусь, это чистая правда!» «Докажите это тогда!» Горячо сказала она. «Ну, как я могу доказать?» «Ты самая знаешь, я действительно порядочный человек!» «Дайте мне пятнадцать фунтов в неделю, и я вам поверю!» «Пятнадцать фунтов в неделю!» «Тебе известно, какие у нас сборы!» «Я не могу!» «Ладно, но мне придется добавлять три фунта из собственного кармана!» не 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 моя печаль! фунта!» «Пятнадцать фунта» «Пятнадцать фунта» «Пятнадцать